Проверки теперь и в Госдуме. Самые масштабные за последние пять лет пожарные учения ждут сегодня сотрудников Нижней Палаты Парламента. По сигналу тревоги всем придется оставить свои кабинеты как можно быстрее. Но вот спасет ли скорость в реальной экстремальной ситуации, это большой вопрос. В печально известном клубе «Хромая лошадь» по одной из версий людей погубила не только давка в узком проходе, но и горючие стройматериалы. Своё собственное расследование провел Валентин Трушнев. Полистирол это один из компонентов напалма, который применяли во Вьетнаме американцы. Температура горения его плава 1150 градусов Цельсия. В то же время вспененный полистирол отличный утеплитель, поэтому его активно применяют в строительстве. Эффект превзошел все ожидания. Быстрое, экологически безопасное строительство оказалось и весьма экономически выгодным. И как грибы после дождя начали появляться целые термопластовые города. Если слово пенополистирол вбить в поисковик, Яндекс выдает сотни рекламных ссылок, в которых написано, что пенополистирол это современный и экологически чистый материал, позволяющий обеспечить высокую теплоизоляцию и пожаробезопасность. Но если мы добавим всего два слова, хромая лошадь, появляется не меньше ссылок, в которых написано, что причиной гибели людей на пожаре в пермском ночном клубе хромая лошадь стал пенополистирол. Пенополистирол. Налицо противоречия. Пенополистирол в клубе хромая лошадь находился в потолке и был отделен от горящей соломы специальными панелями, пропитанными противопожарной смесью. Потолок остался цел, но пенополистирол расплаивался и капал сверху на людей, выделяя при этом удушливый дым. Два-три вдоха и наступает смерть. О том, как горит пенополистирол, хорошо знают во Всероссийском научно-исследовательском институте противопожарной обороны. Наталья Константинова возглавляет сектор строительных материалов и ежедневно сжигает десятки образцов. Но результат у всех одинаковый. Пенополистирол относится к группе легко воспламеняемых и высоко токсичных материалов. Сейчас мы очевидно видим, что материал начал гореть, начали образовываться первые капли расплава. Они интенсивно продолжают гореть на горизонтальной поверхности. Это, безусловно, опасный материал. При горении пенополистирол выделяет черный дым и сажу. Несмотря на мощную вытяжку, в лаборатории становится почти невозможно дышать. Образец 2 грамма был сажен. Представляете, что может произойти в другой ситуации и в других концентрациях? Профессор Сергей Лежнев показывает нам фотографии 70-х годов. После крупных пожаров на отказской фабрике в Бухаре и на Камазе ученые смоделировали ситуацию. Построили такой же корпус с утеплителем из пенополистирола на крыше и подожгли. Через 19 минут здание рухнуло. В Советском Союзе применение пенополистирола сильно ограничили. В Новой России ограничения сняли. Сегодня такие же крыши можно найти повсюду. Например, на АвтоВАЗе или в Крокус-Экспо. Тушить практически бесполезно, потому что непосредственно вода, она только охлаждает вот эту самую наружную обшивку, да? Она на пенополистирол внутри горит. Особую опасность, по словам специалистов, представляют дома, построенные по технологии несъемной опалубки. Стена возводится как конструктор лего из пенополистирольных блоков, а внутрь заливается бетон. Так, например, был построен знаменитый Дом-2, один из крупных пиар-проектов пенополистирольного лобби. При этом производители откровенно лгут. По достоинству пенополистирольных блоков следует отнести и его пожаробезопасность третьей степени. Материал не горючий, лишь при очень высоких температурах может плавиться. Поэтому он уступает, что на остальном, да и то не всем инструкциям. И кто пропагандирует, что это там безопасные материалы и так далее, это или невиды, или негодяи. Академик Мальцев всю жизнь занимается полимерами. Это по его инициативе Минздрав СССР ограничил применение пенополистирола в жилых домах. Помимо пожароопасности и высокой токсичности, материал даже в обычном состоянии выделяет стирол, утверждает Мальцев. Помимо общетоксического действия, то есть отрицательного влияния на кровь, на печень, он еще является эмбриогенным ядом. Было показано, что регулярное вдыхание стирола приводит к уродству зародыша в чреву матери. На столе у академика лежит сэндвич-панель «Экопан». Из таких сейчас строят целые коттеджные поселки в Подмосковье. Чтобы посмотреть образцы, мы отправились на ВДНХ. Роскошные коттеджи из пены полистирола привлекают посетителей выставки красотой и доступностью. Квадратный метр стоит около 8 тысяч рублей. Но академик Мальцев смотрит на эти дома с ужасом. Вы согласились пожить в таком доме? Никогда. Это не дом, это газовая камера, настоящая газовая камера. Нельзя делать помещение из материалов категории горючести Г-4. Нельзя делать дом из материалов, которые постоянно выделяют высоко токсичные вещества. Это недопустимо. Главный менеджер выставки Геннадий Алферов уверяет, что у таких домов больше плюсов, чем минусов. Абсолютно безвредный материал. Экопан, ведь он позволяет жилищную нашу проблему решать довольно быстро. Это еще интересный коммерческий продукт. Все строиматериалы в России должны иметь три сертификата. Гигиенический, пожарный и строительный. Как правило, вся продукция из пенополистирола, а это сотни наименований, все необходимые сертификаты имеет. Валентин Трушнин, Юрий Тюнев, Михаил Комиссаров и Мария Дмитриева. РЕН-ТВ.